Привет, друзья мои! Эту задачу мне прислал один из моих подписчиков в Телеграме несколько дней или около недели назад и я пообещал её разобрать. На самом деле, эту задачу я видел уже много раз, брался за неё, но как-то всё брался, сходу мне не получалось решить, и я её откладывал в долгий ящик. Ну вот теперь, раз пообещал, нужно было решить. Что мы с вами имеем? Мы имеем с вами квадрат со стороной 10, и в этом квадрате есть две полуокружности полукруга. Вот одна, вот второй полукруг и четверть круга. Вот он идёт. И каким-то образом на их пересечении образуется вот эта вот красная фигура, красный сектор, площадь которого нам и нужно с вами найти. Ставьте на паузу, думайте, приготовьтесь потратить, ну, как минимум, полчаса на эту задачу, вооружайтесь обязательно листочком, карандашом или ручкой, и прямо вот сидите и думайте. Задача реально серьёзная. По-моему, эта задача пришла к нам из Индии, насколько мне удалось выяснить, но это не точно. В общем, так или иначе, давайте разбираться. Я так полагаю, что эту задачу можно решить методом координат и потом там интегрировать, но мне кажется, этот метод такой больше институтский, чем школьный. У меня же математика вроде как для школьников, поэтому давайте мы с вами попробуем решить эту задачу при помощи обычной геометрии и тригонометрии школьной. Ну и, собственно, будем разбивать нашу задачу на маленькие подзадачи. Так будет проще. Итак, как нам найти нашу вот эту вот красную площадь? Ну, давайте я так и обозначу. Красная площадь равна... И дальше буду разными цветами, чтобы мы с вами не запутались. Нам нужно из вот этого вот синего сектора так, пишу синий сектор вычесть зелёный сектор. Зелёный у нас будет вот этот вот сектор. Давайте присмотритесь, всё ли понятно. Красный сектор это синий минус зелёный. Ну, по сути, это линзы. По большому счёту, синие линзы минус зелёные линзы. И тогда мы получим как раз вот этот вот красный кусочек. Вопрос в том, как искать эти синие и зелёные линзы. Ну, давайте начнём, наверное, с простого. С зелёной нашей линзы. Вот она. Зелёная наша линза. И мы делим её пополам. Лепесточек у нас получится симметричный. Вот мы поделили пополам. И давайте проведём сразу отрезочки. Вот такие вот. Раз. И вот, собственно, второй у нас есть. Получился прямоугольный треугольник. Предлагаю, чтобы лучше было видно, что к чему. Нарисую его тут вот отдельно. Что мы с вами имеем. Вот мы с вами имеем прямоугольный треугольник. Сразу давайте в стороны напишем его. Серединки, да, поэтому 5,5. Тут прямой угол. И вот наш лепесточек симметричный. Я предлагаю искать вот эту вот половинку. А потом мы просто доножим на 2. То, что получили, и получим весь этот лепесток. Как найти эту половинку? Мы должны из сектора вычесть вот этот вот треугольник. Как нам найти с вами вот этот сектор? Ну, вспоминаем, да, вот это все, это половина круга. А мы взяли с вами четверть. Поэтому радиус 5. Получаем 5 в квадрате на π делить на 4. Это вот этот наш сектор. Как найти площадь нашего прямоугольного треугольника? Тут еще все проще. Катит, катит пополам. Получаем 25 на 2. Ну, и теперь вспоминаем, что на самом деле нам вот эту вот штуку нужно умножить на 2, потому что мы ищем весь лепесточек, а не половинку. Вот так. Поэтому домножаем на 2. У нас получается, тут двоечка и четверочка сокращаются. 25 разделить на 2 – это 12 с половиной π. Минус. Тут просто двоечка и двоечка, поэтому так и остается 25. То есть мы с вами нашли вот этот вот зеленый лепесток. И давайте сразу запишем, что этот зеленый лепесток, его площадь равна 12 с половиной π минус 25. Чтобы не потерять. Не знаю, как на видео видны вообще цвета. Зеленый, синий. Вот так давайте закрашу. Зеленый нашли. Все. Мы молодцы. Осталось разобраться с синим. И давайте я, наверное, перерисую, чтобы было понятнее. Потому что на этом рисуночке сейчас все цвета у нас сольются. И непонятно, что мы ищем. Итак, вот наш синий лепесточек с вами. И мы снова делим его как бы пополам. Но на самом деле это не половинки. Он у нас несимметричный. Верхняя часть, ну давайте я ее закрашу синеньким. Она у нас меньше, чем нижняя часть. Ну давайте мы начнем с вами решать задачу с верхней части. Вот с этой вот. Как нам найти эту верхнюю часть? Нам нужно взять вот этот вот сектор. Тут сторона 10, тут сторона 10. Потому что это радиусы вот этой вот четверти круга. и вычесть из этого площадь вот этого вот треугольничка, не закрашенного. Вот так это нарисую, тут тоже 10, 10. Как будем искать сектор? Вспоминаем формулу, да? И что у нас получается? Одна, вторая, стороны 10 на 10 на уголочек. А вот это что за уголочек у нас будет с вами? Ну давайте мы, знаете, что сделаем? Вот она у нас идет. Половинка квадрата, да? И получается так, как вот это вот у нас полукруг. Это у нас будет радиус 5. Ну и вот это, соответственно, тоже радиус 5. И проведем диагональку. И пусть у нас вот этот уголочек будет альфа. Ну и этот, соответственно, тоже альфа. То есть вместе у нас уголок получается 2 альфа. Так? С треугольником давайте разбираться. Стороны 10, да? Вспоминаем теорему синусов. Одна, вторая, тоже 10 в квадрате. Помноженное на синус угла между этими сторонами. То есть опять на 2 альфа. Все бы хорошо, только мы не знаем, что такое 2 альфа. Мы не знаем, что такое альфа. Поэтому давайте посмотрим с вами на какой-нибудь из вот этих вот прямоугольных треугольников. Ну давайте я его обведу. Вот он, прямоугольный треугольник, например. Ну с другой стороны точно такой же. Вот этот вот, тот точно такой же, тот тоже прямой угол. Нарисую его отдельно и переверну. Чтобы нам привычнее было. Эта сторона 5, эта сторона 10. Тогда нам несложно найти гипотенузу. Это будет 10 в квадрате плюс 5 в квадрате. И корень из всего этого получаем 5 корней из 5. Что мы можем найти из этого треугольничка? Можем найти сразу тангенс. Это отношение у нас, да, вот это уголочек альфа, отношение противолежащего катета к прилежащему. То есть к 5, к 10 или 1 вторая. Отсюда можем, кстати, сразу сказать, что альфа это арк тангенс одной второй. Ну или можем записать не арк тангенс, а тангенс в минус первый одной второй. Это у нас уголочек альфа. То есть по сути вот эта штука у нас преобразуется во что? Вот тут вот сокращаем. Получается 50 на 2 и на тангенс в минус первый одной второй. Ну и снова вот можно упростить. 50 на 2 это у нас будет 100. То есть получаем 100 арк тангенсов одной второй по сути. Тут давайте. Тут у нас тоже все известно. Неизвестен синус двух альфа. Как мы можем найти синус? Ну понятно, что синус альфа это отношение противолежащего катета к гипотенузе. Так, получаем единичка на корень из 5. А у нас двойной угол. Так, вспоминаем формулу перехода от синуса двойного угла к синусу и косинусу. То есть это удвоенное произведение синуса альфа на косинус альфа. Если у нас синус альфа это единичка на корень из 5, значит косинус это 2 делить на корень из 5. Ну это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Так, перемножаем, получаем с вами 4 пятых. То есть вот у нас синус двойного угла, получилось 4 пятых. Вот сюда это подставляем. И в итоге у нас что с вами получается? Ну давайте, ладно, сначала запишу, потом сократим. На 4 пятых. Вот это двоечка и 4 сокращается. Поэтому сразу вот тут вот стираю на вторую, тут пишу двоечку. Так. Ну и минус у нас был. Поэтому получаем вот так. Да, 100 в квадрате, 10 в квадрате это 100. Ну и давайте сразу уже все поделим. Делить на 5 это 20 и умножить на 2 это 40. То есть вместо вот этого пишу 40. Но это мы нашли только вот эту вот верхнюю часть. Теперь нам нужно найти нижнюю часть. Вот эту давайте зелененькими ее обозначу. Вот этот зелененький к вот этому лепестку не имеет отношения. Этот лепесток мы уже отыскали. Это просто для понятности пишу. Вот это вот. Это у нас будет из чего складываться? Из вот этого сектора минус вот этот вот треугольничек. Подписываю, что нам известно. 5, 5, 5, 5. Давайте с углами разбираться. Смотрите, если вот этот вот уголочек был альфа, а это у нас вот прямоугольный треугольник, то вот этот вот какой уголочек? Пи пополам минус альфа. Вот этот вот. Пи пополам минус альфа. Вот этот вот тоже. Пи пополам минус альфа. И в итоге мы какой вот тут уголочек получаем? Не тут. Вот тут. Вот тут мы в итоге получаем уголочек Пи минус 2 альфа. Ничего не понятно, да? Давайте перепишу. Пи минус 2 альфа. Вот так. Ну и тут, соответственно, этот же уголочек тоже. Пи минус 2 альфа. Ну, формулы те же самые для сектора. Получаем, сектор считаем 1, 2. Только у нас тут теперь не десяточки, а пятерочки. Пи, 5 в квадрате, на угол. То есть, Пи минус 2 альфа. Минус треугольник. Одна вторая тоже 5 в квадрате. И тут мы получаем с вами синус вот такого угла. Пи минус 2 альфа. Вспоминаем формулу приведения и понимаем, что синус Пи минус 2 альфа это то же самое, что синус 2 альфа. А синус 2 альфа мы на самом деле уже с вами считали. Это 4 пятых. Поэтому упрощаем, что у нас тут получается. 5 в квадрате это 25. Делим пополам. Это 12 с половиной. В скобочках у нас что с вами остается? Пи минус 2 альфа. 1 альфа это арктангенс 1 и 2. У нас 2 альфа. Поэтому 2 тангенс в минус 1 и 1 и 2. Вот так вот. Минус 1 вторая 5 в квадрате на 4 пятых. В квадрате пятерочка сокращается. Двоечка и четверочка сокращаются. 5 на 2 остается. То есть, вместо всего этого я пишу 10. Ну и собственно, вот мы посчитали с вами вот эту вторую половинку синего лепестка нашего. Вот одна половинка. Вот вторая половинка. То есть, мы их теперь должны сложить. Вот это я стираю. Это нам уже не понадобится. Мы переходим с вами на финишную прямую. Мы находим сейчас вот этот вот полностью синий лепесточек. Он будет складываться из верхней части и нижней. Верхняя у нас равна. Вот она. 100 тангенс минус 1 и 1 и 2 минус 40 плюс вот это вот 12,5π минус 25 тангенс минус 1 и 1 и 2 минус 10. Давайте мы с вами это упростим. Получим 100 минус 25 это 75 тангенс минус 1 и 1 и 2 минус 40 до минус 10 это минус 50 минус 25 минус 12,5π. Вот это у нас только остается. Минус 12,5π. Так, синий лепесток. А мы с вами вспоминаем вот эту вот формулу. В самом начале писали, что наша искомая площадь это синий лепесток минус зеленый лепесток. Синий лепесток у нас вот. Зеленый лепесток вот. Тогда я вот тут вот знак равенства сотру. Тут напишу наша искомая площадь. И минус зеленый лепесток. Переписываю его 12,5π минус 25. И теперь у нас... Друзья, все напутал. Тут у нас был плюс. Пишу плюс. Тут у нас минус. Еще один минус. Будет плюс. Все уже. 10 часов вечера. Горова уже ту говорит. В общем, у нас взаимоуничтожается 12,5π и минус 12,5π. А вот это вот подобные слагаемые. И мы с вами получаем в итоге уже ответ. 75 тангенс в минус 1,1,2 минус 25. И если мы посчитаем вот этот вот арктангенс, то мы с вами примерно получим ответ 9,77. Вот такой ответ, друзья. Как вам задача? Мощно? Сложно? Ну, да. Непросто. Поэтому ставьте лайк. Подписывайтесь на мой телеграм. Как я уже говорил, там иногда подкидывают в комментариях интересные задачи. Плюс не пропустите ничего из того, что выкладываю я. Ну, и на этом у меня все, друзья. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Вы большие молодцы. И пока. До новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok